Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Изначально планировалось, что Крикалёв пробудет в космосе только пять месяцев. Однако всё вышло иначе. Сергею пришлось задержаться на орбите ещё на несколько месяцев. Таким образом, домой он вернулся только через 311 дней. Можно только догадываться, что испытывает человек, когда он настроился вернуться на Землю, а его ставят перед фактом, мол, полетай-ка ты ещё. Сколько – неизвестно. В космос Крикалёв отправился, будучи гражданином СССР. А когда вернулся, Советского Союза уже не существовало. Улетел, будучи ленинградцем, а прилетел жителем Санкт-Петербурга. Путь 1991 года произошёл, когда Сергей был в космосе. Об этом и о других знаковых событиях СССР космонавт узнал от землян. Почему так вышло? Некоторые СМИ писали, что на возвращение советского космонавта домой у внезапно обнищавшего Советского Союза не нашлось денег. Или что его просто забыли в космосе. Вернуть Сергея на Землю планировалось 2 октября 1991 года. К станции «Мир» пристыковался Союз, в котором были доставлены Аубакиров, Фибек и Волков. Поскольку двое из них, Аубакиров и Фибек, опыта космических полётов не имели, через неделю их вернули обратно. А Волков, с которым Крикалёв, кстати, уже был в космосе во время своего первого полёта, остался на орбите. Вместо него на Землю с иностранцами возвратился Арцебарский. А вот для Крикалёва попросту не нашлось свободного места. Сказать точно, когда следующий корабль отправится к станции, на тот момент никто не мог. Сергей остался на мире на неопределённое время, серьёзно рискуя здоровьем. И тут даже такой уверенный и невозмутимый космонавт, как он, засомневался, справится ли. Что же касается финансов, то они стали причиной отсрочки лишь отчасти. «В стране действительно был финансовый кризис, и вернуть двух космонавтов было делом слишком затратным. Мы должны были спасти нашу космонавтику, поэтому я оставался на станции», – рассказывал позже Сергей в одном из интервью. Домой Крикалёв и Волков вернулись только в конце марта 1992 года. Они приземлились на территории Казахстана, недалеко от города Аркалык. Он был бледен, как мел, его лицо покрывали капли пота. Один мужчина обмахивал его лицо носовым платком, а второй подавал ему горячий бульон. Словно у гостя из прошлого, прилетевшего на машине времени, на рукаве Сергея красовалась нашивка «Советский флаг» и буквы «СССР». Восстановившись после полёта, Крикалёв постепенно вернулся к тренировкам, а затем стал готовиться к следующему космическому путешествию уже на шаттле.